Михаил А сейчас моя супруга Елизавета хотела бы поделиться с вами одним стихом. Свет коснулся просторов полей, Пастухи очень сильно встревожены, С каждым часом обычно темней, Изумляясь, шептали восторженно, Небосвод засиял на глазах, Ярким блеском небесного воинства, И увидеть в ту ночь чудеса, Посчастливилось ему достоиться, Впечатленные речью благой, Лица их засияли улыбками, В мир родился младенец святой, И с ним вера на вечность незыбкая. Думаю, вы уже поняли, Сегодня мы будем зажигать третью свечу Адвента, Свеча пастухов, или как по-другому еще ее называют, Пастерская свеча. Третья свеча символизирует благовестие, Подобно как пастухи, которые пошли поделиться новостью О рождении младенца, которую им рассказал ангел, Так и мы можем благовествовать об Иисусе Христе. Давайте прочитаем с вами Евангелие от Луки, Вторая глава, с 8 по 20 стих. В той стране были на поле пастухи, Которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, И слава Господня осияла их, И убоялись страхом великим. И сказал им ангел, Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, Которая будет всем людям, Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак, Вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом Многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее, Слава Вышне Богу, И на земле мир, В человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, Пастухи сказали друг другу, Пойдем в Вифлеем и посмотрим, Что там случилось, О чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа, и младенца, Лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, Что было возвещено им о младенце и сон. И всеслышавшие дивились тому, Что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, Слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, Славя и хваля Бога за все то, Что слышали и видели, Как им сказано было. Слава Господу, Потрясающие события произошли в ту ночь. Не правда ли? Но я хотел бы с вами заакцентировать внимание На девятнадцатом стихе. А Мария сохраняла все слова сии, Слагая в сердце своем. В других переводах также сказано, Что Мария все хорошо запомнила, И после всегда любила вспоминать об этом. Знаете, мы думаем, Что это были очень важные слова. Слова, которые сказал ангел пастухам. Именно эти слова Мария хранила в своем сердце долгие годы. Знаете, думаю, Что в жизни каждого из нас с вами Есть проявление Божьей славы. Как пастухи увидели Огромное воинство ангелов, Которые славили Господа, И были удивлены этому. Так и в жизни каждого из нас Есть какая-то Божья слава. В наших нуждах, Как Господь отвечает на них. И, знаете, возникает вопрос, Часто ли мы говорим об этом Не только нашим братьям и сестрам во Христе, Но тем, кто нуждается в этом. Ведь, возможно, именно ваши слова Кто-то будет хранить в своем сердце, Как хранила их Мария. И, обретая надежду, Этот человек начнет свое знакомство с Богом. Зажигая эту свечу, Мы хотим, чтобы каждый из нас с вами Славя и хваля Господа Мог делиться этой благой вестью С теми, кто нас окружает. Дорогая церковь, давайте встанем с вами И помолимся. Дорогой Небесный Отец, Мы благодарим Тебя, Господь, За это чудесное время, За время Адвента, Господь, Когда мы можем подготовить наши сердца, Господь, К этому великому событию, Господь, Рождению Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя, Дай нам смелости, Господь, Дай нам дерзновения, Не молчать о Твоей Божьей славе, Господь, Но делиться этой благой вестью С теми, кто нас окружает, С нашими родными, С нашими близкими, С нашими друзьями, С теми, кто нуждается в этом. Господь, давай нам эту мудрость, Господь, Направляй нас, Господь, в этом. Мы уповаем на Тебя, Господь, И веруем, Господь, Что будет еще много чудес, Господь, Через которые прославится Твое имя Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Мы молились Тебе. Аминь.